Надо стабилизатором как-то шевелить? Ну как снимаешь, так и снимаешь. Либо снимаешь, либо снимаешь, либо ручка, да? Так, все, поехали. Начинаем встреча полохов. Первый раз. Сначала без этого. Новый звук. Да не так-то просто. Он сказал, что будет просто. Хочет свой чутчик давать. Маляк. Маляк. Чуть. Чуть, чуть, чуть. Так сильно курдка там не делает уже прям. Так, Аполлон, не надо крутиться. Да, я понимаю, что неприятно. В молодом месте не хочется уже что-ем. Надо потерпеть. Аполлон, еще чуть-чуть осталось. Обрились как бы. Все все, все все. Вот все-все-все, Аполлон. Скажи, деревянной этой, блин, шкрябой, типа, ну. Ну что, надо делать по бокам и все. Да какие бока? У меня сейчас будут плакать. А что волосы на челке длинные оставил? Так. Первый раз, сейчас. Надо отвлекать как-то. Бери. Давай сюда что-нибудь. Так, сам дал мне камеру в руке, а теперь бери, отвлекай. Так. На. Берешь. Вот, ему волосочечку дай попробовать. Ладно. Так, уже все нормально. А скребну можно ножницы где-то, чтобы глаза пленят. Скажи. А как тут в парикмахерскую полос ходить? Баечкать, баечкать, баечкать Ну что, пасли, пасли Давай, пойдём Соску давай Давай, пасли, пасли Вот так Соску кидаешь? Ну ладно, потом её помоем Ну помоем Ну всё, сейчас твою челочку Давайте подождите такую Ту потом, сейчас не надо пускать запасть Ну вот мы и подстригли мелкого Вот такой у нас красавчик Модельную стрижку сделали Стрижку называется из девяностого Почему это? Называется боксёр Под бокс Стали пару длинных волосин Потом оставим Вот так Ну вот так С первым прикормом Или какой он уже десятый Ну это может быть раз в третий мы ему даём сачок Мы вчера тоже давали Вкусненький Сляденький Да, сладкий А чё ты вчера не кривлялся Ой, господи Да сладкий, я пробовала Яблочки сладкие Напоминаем, что сейчас пять месяцев Сегодня какое? Шестнадцатое нам число, да? Угу Пять месяцев или десять дней Вкусненько 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 Ну вкусненько Ну вкусненько А чё мне даёте? Я молоко привожу Вкусненько Вкусненько Завит Вкусненько И всё Что-то дать хватит Да, давайте Ой, так Распробовал Да Все? Все? Прикормка пришла успешно Еще что ли? Или хватит? Аполло Убись камеру Ну все, последнюю хватит Мутика маленькая Ну все, хватит Несвятина Управленный факт, что мы репетят Штулочек, который недавно купили Так он что, ну он и не маленький еще, да? Нет, не маленький, он у него нормально Позитовательный? А, да можно А что, я что ли? Вроде выдували Вот, вот Вот, мама, да Что там, по чуть-чуть Давай Ну, здрасте, потекло Как будто не понравилось Сейчас это он, за чем? Ну, сюда, ну сюда Все 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 Скидки на куплены Брэда Холл-журбрайс Нерейпо Хай до 45% Офер разворимый Монак со скидкой 30% Том Клик Сервис недвижимости Номер один Количество вилей О продаже Капсир Добрый день! Вы на канале компании Като. Сегодня у нас развес штор в невероятно красивом загородном доме. Подписывайтесь на наш ютуб канал, он посвящен дизайну штор на заказ и тому, как можно невероятно украсить интерьер текстилем. Дизайнер начинает работу с развеса тюля. Фактура ткани – это невесомая сеточка с очень изящной вышивкой по центру и низу полотна. Такой тюль выглядит просто волшебно. В проекте используются немного ранее установленные нами профильные карнизы с креплением в потолок. Запланировано три линии карнизов – для тюля, плотной шторы и декоративных портьер. Также с декоративными полотнами на этой же линии будет крепиться комбинированный ламбрикен. После тюля развешиваем все плотные шторы. Все шторы мы привозим на наши монтажи хорошо упакованными в плотную пленку. Полотна упаковываются после тщательного отпаривания в нашем швейном цеху. И если при транспортировке полотна замялись, мы обязательно отпариваем их после развеса. Шторную ленту в наших заказах мы используем не менее 8 см шириной, чтобы полотно хорошо держало складку и не провисало от крючка до крючка. После развеса плотных штор приступаем к развесу ламбрикена. Если у вас есть шторы или ламбрикены, которые вы не знаете как стирать или устали от стирки большого количества текстиля, вы всегда можете обратиться к нам. У нас работает услуга «Химчистка под ключ». Мы сами снимаем шторы, увозим, чистим, проводим антибактериальную обработку, привозим обратно, развешиваем и отпариваем. Вам ни о чем не придется беспокоиться, мы все сделаем за вас. После развеса все полотна тщательно отпариваются. Развес и регулировка ламбрикена требуют особого внимания дизайнера, чтобы привести его в идеальное состояние. Мы благодарны каждому нашему клиенту за доверие в оформлении ваших окон. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день, меня зовут Екатерина. Вы на канале компании Като. Сегодня у нас развес в загородном доме. Интерьер выполнен в стиле классика. Дизайнер Антонина. Оформление данного помещения у нас включает в себя ламбрикен жесткий и мягких форм, портьеры декоративные, которые всегда в принципе будут красиво подхвачены, портьеры действующие и тюлевые полотна. Карниз у нас потолочный, алюминиевый профиль, прикреплен непосредственно прямо в потолок, но всего лишь на три линии. Для тюли, для портьеры. И третья линия как для ламбрикена, так и для декоративных полотен. Продолжение следует... Собственно, интерьер как раз и предполагает классическое исполнение портьер. На мой взгляд, очень удачно подобраны цвета. Не сливаются со стеной, но в то же время очень гармонично выглядят. Пару слов об объекте от дизайнера Антонины. Мы выбирали ткани, декор и дизайн и стиль, исходя из интерьера, который довольно-таки насыщен деталями. И здесь такая массивная крупная мебель, у нас много отделки, картины крупные, также высота. Высота сама у нас, полпотолок очень большая. И, соответственно, ткани и наш внешний вид. Штор должен соответствовать всему интерьеру. Мы выбрали такие вот атласные материалы, жаккард. Хотелось выделить конкретно вот эти портьеры, которые у нас декоративные и подхвачены. Поэтому мы их выбрали в таком темно-сером тоне, который у нас очень контрастно смотрится на бежевом, бежево-золотом фоне. Ламбрикен у нас жесткий, со свагами. Также мы декорировали кисточками, которые у нас висят в некоторых местах. Немного, немало декора, нужное количество. Идет декор тремя линиями, но поскольку он такой вот ажурный, горизонтальных полос не создает. У него интересная структура сетки, создает такую вот изюминку с красивой вышивкой. С таким вот необычным орнаментом. И по низу с такими красивыми фестонами. Переходите на наш канал на ютубе. Там вы можете посмотреть наши работы, качество выполнения или заказать шторы для себя. Наши дизайнеры работают на выезд по Москве и Московской области. А если вы проживаете в других городах России, вы можете заказать у нас готовые комплекты штор. Ссылка будет в описании. Полное видео с этого проекта смотрите на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok